Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шо Шо Игры. И сегодня я вам расскажу про одну интересную историю в Пигге. Да, Пигге никак меня не отпускает. Ребята, я узнала такое, такое, что мне просто не терпится с вами поделиться. В первой главе второй книги была секретная комната. Там мы с вами встретим слоника. И попробуем его спасти. Что ж, ребята, возвращаюсь в первую главу. Я попросила Гаргамеля мне помочь, потому что кто-то должен быть Пигге. Там есть очень серьезное условие, чтобы открыть секретную дверь. Ох, Пигге нам должна не мешать, поэтому Гаргамель будет стоять в стороночке. А я буду вам показывать, как открыть секретный проход. Итак, вот она первая глава, называется она Аллея. Если вдруг вы не смотрели ее, то обязательно посмотрите, ссылочка есть в описании под видео. Мы в этой серии пришли арестовывать Виллоу и Раша, потому что они крали еду в городе. Но сейчас не об этом, ребята. Сегодня мы с вами будем открывать секретное место. Я вот только не знаю, это секретное место появилось уже после того, как мы прошли всю Пигге. Или это было с самого начала. Итак, ребята, смотрите, что нам нужно найти. Оранжевый ключ, ножницы, голубой ключ, зеленый ключ и потом швабру. Вот эти предметы нам нужно отыскать. И сделать это нужно до того, как наступит 7 минут. Видите, у нас сейчас 9.38. Вот до 7 минут мы должны это успеть. Вот поэтому мы убрали Пигги, чтобы она не отнимала у нас время. Итак, ребята, я ищу оранжевый ключик. Так, где же оранжевый ключик? Мне надо поторопиться, где ключик? Так, так, нет, нету. Оранжевый, оранжевый. Да, ребята, вы когда увидите всю историю, вы будете в шоке. Потому что я была просто в глубоком шоке. Я не могла поверить, что тут есть такая история. И мы ее пропустили. Так, вот он, оранжевый ключ найден. Идем открывать оранжевый замочек. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот замочек оранжевый. Открываем. Теперь нам нужны ножницы. Забираем их. Нам нужно будет ножницами прорезать ленточку, которая перегородила дорогу в одно нужное нам помещение. Вот сюда. Так, заходим. И здесь нам нужно отыскать голубой ключик. О, кстати, вон швабра лежит. Запоминаем. Вот она. Но нам она пока не нужна. Берем голубой ключ. Нужно будет открыть голубой замочек. Давайте заглянем наверх. Обычно тут что-то лежит. Но в этот раз ничего не лежит. Все внизу. Так, ребята, голубой замочек. Вот он. Открываем его. Тут я беру зеленый ключ. Ой, ребята, полторы минуты осталось. Успею, не успею. Потому что если не успеете до семи минут, то потом все, считай. Времени вам уже не хватит для того, чтобы спасти слоника. Так, беру свою невидимость. Тик-тык-тык-тык-тык. Ребята, ребята, я волнуюсь. Неужели у меня не получится? Я так хочу вам показать эту историю. О, открываем, открываем. И смотрите, видите, здесь лужа. Эту лужу нам нужно убрать шваброй. Мы помним, что швабра у нас лежала в гостинице на первом этаже. Так, вот она. Тик-тык-тык-тык. Так, побыстрей бы, побыстрей бы, бабушка, минутка осталась. Вот она швабра, забираем ее. И, ребята, мы с вами успеваем. Так что, друзья, приготовьтесь, вы увидите секретную историю. Секретнейшую. Просто очень-очень секретную. Так, бегу со шваброй мыть полы. Тик-тык-тык. 45 секунд. Вытираем. Смотрите, хоп, все, осушили. И стоим тут возле вот этой вот деревянной, деревянной панельки. Ждем, когда будет 7-0-0. Сейчас я время увеличу, чтобы вы долго не ждали. И посмотрите, что будет происходить. Вы думаете, дверь откроется? Нет, ребята, кое-что другое. Ждем. 6-5-4-3-2-1-0. Видите, кто-то стукнул. И нужно считать, сколько раз стукнут. У меня в этот раз получилось, один раз мне стукнули в дверь. Поэтому, ребята, я запоминаю эту цифру и бегу. Знаете, куда нужно прибежать? Нужно прибежать в кафе. В кафе есть один такой интересный шарик. Он всегда на полу лежит. Вот он. На него один раз нажимаем, чтобы сверху появилась цифра 1. И возвращаемся к нашей секретной двери. И там опять слушаем стуки. Сколько раз стукнут. Такую цифру нам и нужно будет запомнить. Представляете, какой квест. Так, ребята, бегом, бегом, бегом. Так, вот, прибежала. Теперь сколько нам стукнут? Оп, раз, два, три, четыре, пять. Все, пять. Цифра пять. Дальше мы с вами отправляемся в прачечную. Там на полу будет тоже лежать шарик. На полу он всегда лежит на полу. Так, вот с этой стороны. И пять раз на него нажимаем, чтобы сверху была цифра пять. Два, три, четыре, пять. Готово. И последний раз возвращаемся к нашей секретной тайной двери. И слушаем, сколько раз нам там будут стучать. Интересно. Так, один, пять. Эти цифры очень важно запомнить, ребята. Они нам потом пригодятся. Раз, два. Два. Два раза в этот раз. И мы теперь отправляемся на кухню. Так, вот сюда проскальзываем. И вот здесь у нас... Нет, это не кухня, это какой-то склад. Здесь у нас вот такой вот синенький шарик. На него два раза нажимаем. И получается цифра два. Итак, ребята, в моем случае код будет один, пять, два. У вас могут быть совершенно другие цифры. Итак. Все. Никто больше к нам не стучится, но зато кто-то с нами разговаривает. Привет. Я надел гарнитуру виртуальной реальности моего сына. И не могу выйти из этой игры. Вы должны мне помочь. И, ребята, мы с вами попадаем в это секретнейшее место. Смотрите, здесь нужно сделать так, чтобы все рычаги легли на противоположную сторону. Вот, видите, они как-то расходятся. Поэтому нам нужно угадать, чтобы все, все рычаги... Вот, у меня получилось. И открывается еще одна дверь. Смотрите, что тут. Мы встречаем слона. О, привет. Я попал здесь в ловушку. Ты думаешь, сможешь помочь мне сбежать? Я очень постараюсь. Ребята, представляете, в первой главе был слон. Итак, нам нужно выключить свет. Для этого нам нужно щелкнуть вот в это место. Это я вам показываю, если вдруг вы тоже захотите пройти эту секретную историю. Свет выключаем с четырех сторон. Так, ребятки, вот. И вот, выключаем. И бегом, бегом отправляемся вот сюда. Потому что, ребята, нам нужно теперь открыть эти рычаги в обратную сторону. Все у меня получилось очень быстро. Повезло. И бегом, бегом теперь вот сюда, друзья. Потому что пиги, пиги будет за мной охотиться. У меня код был 152. У вас свои цифры будут. Нам нужно добраться до вот этой комнаты, ребятки. И найти свои цифры. И нажать на них. Но цифры тут непростые. Тут не написано 1, 2, 3. Тут цифры обозначены черточками. Вот смотрите, черточка 1. Это значит цифра 1. Ой, черточка 1. Черточка 1. Теперь, смотрите, ищем 5 черточек. Так, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять черточек. Вот это цифра 5, ребята. Вот так она выглядит, да. Так, пятерочка. Нажимаем на нее. И двойка. Теперь нужно найти две черточки. Две линии. Вот они крестиком. Видите, можно подумать, что это десятка. Но нет, это двойка. Все, я нажала 1, 5, 2 и открыла следующая дверь. Ура, ура, мы спасли слона. Ха-ха, ребята, представляете. В первой части Бигги была такая секретная история. О-о-о. Все, ребята, я спасла слона. За это я получила медаль за секретный конец. Спасибо, что помогли мне сбежать из этого страшного места. Ха, также мы получили спасибо от слона. И еще, ребята, смотрите, что нам тут дали. Это какая-то корона. Ну, я не знаю, как ей пользоваться. Вот такая вот розовая, красивая, огромная корона от слона. Он говорит, что она была возле него. Ну, а теперь я могу ее забрать. Хе, спасибо. Вот такая вот история в Бигги. Ребята, мы думали, Бигги уже закончилась. Но, видимо, мы будем еще долго разгадывать всякие секретики. Всякие тайные двери открывать. В общем, это Бигги полна сюрпризов. Если вдруг вы знаете еще какие-то секреты, то обязательно напишите их в комментариях. Ну, и если вам понравилась эта секретная история про слона, то не забудьте поставить лайк. А сейчас посмотри вот это видео. Просто нажми на картинку.